Господин Миллер, судя по вашему послужному списку, у вас большой стаж работы в торговле, но мне не приходилось видеть вас в действии. А ну-ка попробуйте что-нибудь мне продать. С удовольствием. А что бы вы хотели купить? Вот, например. Эта ручка у меня уже много лет. Попробуйте мне продать новую. Ага. Вы пользуетесь этой ручкой много лет. Ладно. Господин Фостер, какое качество ручки для вас важно? Я не знаю. Ручка это ручка. Вы много пишете? Да, пожалуй. А вы могли бы уточнить? Ну, наверное... Ну, наверное, полдня сижу с ручкой в одной руке и с телефонной трубкой в другой. Ясно. А скажите, пожалуйста, у вас никогда не кончались чернила в середине телефонного разговора? О, да, много раз. И обычно в самый ответственный момент. Например, когда надо записать телефон. Понятно. А другая ручка у вас всегда под рукой? Нет. Обычно приходится шарить по столу или звать на помощь секретаршу. Наверное, вы предпочли бы не думать о том, что могут кончиться чернила, правда? Да, конечно. Но как это сделать? Пока вы пользуетесь этой ручкой, никак. Могу показать вам другую. Специально для таких людей, как вы. Ее хватает на полгода, даже если много писать. Представьте себе. Шесть месяцев вы можете писать сколько угодно, не думая о том, что кончится чернила. Полгода? Неплохо. Конечно. Скажите, господин Фостер, что еще важно, когда вы пользуетесь ручкой? Когда я пишу на столе, с большинством ручек проблем нет. Но когда приходится вносить данные в таблицы, приколотые к стене, вот как эти, то моя ручка не пишет. Поэтому для меня важно, чтобы ручка писала на стене. Понимаю. Какой смысл иметь ручку, которой нельзя писать на стене? А вот в нашей ручке предусмотрен баллончик под давлением, так что можно писать в любом положении, даже держа ее вертикально вверх. С записями в настенных таблицах проблем не будет. Интересно. Итак, господин Фостер, мы убедились в том, что чернил в этой ручке хватит на полгода. Пишет она в любом положении, так что вы сможете вносить данные в настенные таблицы. Тогда я позвоню, и после обеда ручка будет уже у вас. Мне нужна только ваша подпись. Вот здесь. Отлично. Я возьму десяток. Неплохо, Миллер. Спасибо. Кстати, могу предложить вам карандаши по сходной цене.